Здравствуйте! Телекомпания «Город» и я, Ирина Ковалева, представляем вашему вниманию очередной выпуск программы «О чем молчит время». Каждый раз, готовясь к эфиру, мы опасаемся, что не найдем новой темы для передачи. Однако история нашего края настолько богата, что пока с такими проблемами мы не сталкиваемся. Вот и сегодня мы приглашаем вас в очередное увлекательное путешествие в Захаровский район, в село Старое Зимино. Это удивительное место находится всего в 30 километрах от Рязани. Но с каждым новым поворотом дороги кажется, что ты не просто удаляешься от города, а переносишься в прошлое. Бескрайние поля, маленькие домики, отсутствие машин. Но в конце пути, перед взором путешественников, открывается вид на некогда величественный дом, который не намекает, а прямо говорит нам о том, что история этих мест достойна внимания. Итак, Старое Зимино известно уже с 17 века. В то время оно проходит по документам, как село, насчитывавшее огромное количество землевладельцев. Но о большинстве из них ничего не известно. Первыми помещиками, о которых можно найти хоть какой-то материал, были Денисьевы. Хотя и о них известно немного. Денисьевы тоже служилые люди. То есть родоначальник, можно сказать, династии. Ну, во всяком случае, один из, Ермолай Лаврентьевич Денисьев, служит у Петра. Затем, значит, он становится владельцем этой усадьбы большой в Зимино. А затем она переходит уже по наследству от него к его потомкам. К сыну Петру, к внуку Петру Петровичу. При внуке, он тоже, кстати, шел по стопам деда, служил, был секундмайором. При Петре Петровиче Денисьеве появляются новостройки на этой усадьбе. Его самого уже не было. Его вдова, Пелагия Алексеевна, Денисьеву возводит деревянный храм. Но уже в начале 19 века Денисьеву продают это имение. Известно, что в 1811 году, во время проведения очередной ревизии, у Зимина были уже иные владельцы. Это некто Михаил Иванович Кличанский, который служил здесь, в Рязани, на самых разных должностях. То есть он был и губернским прокурором, и одно время, значит, исполнял обязанности директора народных училищ Рязанской губернии. И вот, видимо, владел этим имением какое-то время вместе с своей супругой Марьей Федоровной. Главный усадебный дом появляется здесь либо при последних Денисьевых, либо уже при Кличанском. Когда-то это был очень красивый классицистический дом с большим мезонином, колоннами и двумя флигелями, которые соединялись с домом-переходами. Сегодня же, несмотря на то, что усадьба является памятником федерального значения, былое величие в ней лишь угадывается. А когда-то здесь наверняка устраивались балы, а это здание, сложенное из кирпича с белокаменными деталями, было самым красивым в округе. Считается, что в своего расцвета усадьба достигла уже преследующим владельца Николая Желтухини, который приобрел ее в 1831 году. Фамилия Желтухиных в царской России была на слуху. Ее представители участвовали в Отечественной войне 1812 года, добивались больших высот по службе. Но Николай Николаевич стал исключением из числа своих прославившихся родственников. Родился он в Москве, вырос в Москве, 18 лет был отдан в гвардейский полк юнкером и прослужил в этом гвардейском конном полку 13 лет. За эти 13 лет дослужился до звания полковника, причем не был ни в каких военных кампаниях, насколько известно. Получал благоволение императора, но получал исключительно за участие в парадах, смотрах и так далее. То есть служба такая была не очень обременительная. Как пишет исследователь Ирина Грачева, 14 декабря 1825 года полк Николая Желтухина вышел на Сенатскую площадь. Но оказался он по другую сторону баррикады, то есть вышел для того, чтобы поддержать Николая Первого. За это Желтухин получил самый почетный воинский орден – Георгиевский. Служба при Николае действительно была не обременительна. Военным чаще приходилось участвовать в многочисленных балах и маскарадах. Однако при Александре ситуация радикально меняется и не только в обществе, но и в армии, где воцаряется атмосфера муштры и жесткой дисциплины. Возможно, это и стало причиной того, что Николай Николаевич спустя три года после получения ордена вышел в отставку. К тому времени он уже был женат на дочери Петра Ивелича, прославленного генерала, участника различных военных кампаний, в том числе и войны 12-го года. Кстати, его портрет можно увидеть в знаменитой галерее Джорджа Доу в Эрмитаже, как героя Бородинского сражения. Так вот, именно его дочь Надежда Петровна и стала хозяйкой имения в Зимино. У них было много имений не только в Рязанской, но и в Московской, Орловской, Костромской и Ярославской губерниях. Почему они выбрали именно старое Зимино, сегодня сказать сложно. Возможно, потому что это место было и до сих пор остается весьма живописным. Здесь чита Желтухиных начинает заниматься благоустройством своего гнезда. Хозяин поместья, неплохо зная рыночную конъюнктуру, открывает конный завод и ферму по содержанию овец. Почему вдруг овцы? Оказывается, в те времена очень востребована. Была шерсть как исходный материал для производства на суконных фабриках. И звучали даже призывы, как пишет Грачева, к тому, чтобы помещики, крестьяне увеличивали производство овец. Поэтому, воспользовавшись конъюнктурой, заводит такую ферму и, в общем-то, преуспевает. Пока есть крестьяне, а крестьян у него было до 500. То есть хозяйство очень большое, имения были не только в Зимино, но и в других рязанских селах. Но все резко изменилось с реформой 1861 года. А для того, чтобы понимать, какого плана были перемены, нужно упомянуть о тех взглядах на крестьянскую реформу, которых придерживался Николай Желтухин. Интернет, в котором мы сейчас очень много информации можем найти, правдивый, к сожалению, еще обладает таким свойством что-то преувеличивать или вообще выдавать совершенно ложные факты за истину. Вот такая вот история приключилась и с Николаем Николаевичем Желтухиным. Очень часто фигурирует такой факт. И не только в интернете, это уже перешло в книги, в литературу, даже на телевидении была передача, в которой также фигурирует такой факт, что якобы Николай Николаевич Желтухин был членом тайной комиссии Николая I по отмене крепостного права. Дело в том, что нерадивые пользователи, по всей видимости, путают Николая Николаевича и его дальнего родственника Алексея Дмитриевича Желтухина, который входил в тайную комиссию по подготовке крестьянской реформы. Алексей Желтухин. Редактор, издатель и общественный деятель эпохи освобождения крестьян. С января 1858 года он издавал в Москве журнал «Землевладельцев», выходивший дважды в месяц и прекратившийся по независимым от редакции причинам в апреле 1860 года. Журнал имел около полутора тысяч подписчиков и был основан для обмена мыслями по вопросам о постепенном улучшении быта крестьян. В целом, журнал «Землевладельцев» в сильной степени был проникнут дворянскими тенденциями, хотя сам Алексей Желтухин добросовестно стремился к соглашению противоположных интересов. Его же родственник, владелец усадьбы «Земино», Николай не разделял подобных прок крестьянских настроений. Когда прошла реформа 1961 года, он очень жестко поступил по отношению к своим бывшим крепостным крестьянам, наделив их совершенно такой неудобоваримой, что называется, землей. То есть участки были выделены очень далеко, они были плохого качества, то есть совершенно невозможно было их обрабатывать и так далее. Крестьяне пытались возмущаться, они обращались к губернатору. Губернатором рязанским в то время был господин Муравьев, как писал о нем Салтыков Щедрин. Известный Муравьев из этих самых сукиных детей Муравьевых, то есть крепостники, самодуры и так далее. Поэтому обращение желтухинских крестьян не привело к разрешению проблемы. Вскоре хозяйство Николая Желтухина приходит в упадок. Без крестьян у него уже нет возможности поддерживать его в прежнем состоянии. Ведь только в доме работало до 20 дворовых, обслуживая хозяев. А на заводе, ферме и угодьях была занята не одна сотня крестьян. Так что в связи с реформой Николай Николаевич был вынужден продать конь и завод и часть земель. Однако усадебный дом оставался в его владении, а после смерти перешел наследником. Среди пяти детей Николая, пожалуй, самым известным стал сын Федор. Начинал как отец тоже с градомаринов, но уже с юности выказывал какие-то недюжинные качества личностные. То есть то он спасает двух крестьян тонущих, то он отправляется уже повзрослев в кругосветное путешествие. Во время кругосветного путешествия клипер-наездник, которым он командовал, открыл в Тихом океане недалеко от Владивостока небольшую бухту, которая получила свое название в честь судна ее открывшего. А вот небольшой островок, который сегодня входит в территорию Владивостока, был назван уже в честь капитана. И сегодня на карте мира мы можем увидеть остров Желтухина. Про остальных сыновей Николая мало что известно, а вот о дочерях сегодня мы знаем чуть больше. Дочь Николая Мария вышла замуж за некоего Колокольцева и стала властной хозяйкой имени своего мужа. А вот младшая Екатерина после смерти матери какое-то время являлась хозяйкой этой усадьбы. Кстати, именно ее в своих знаменитых записках описал граф Бутурлин. Он проезжал, останавливался в этом имении во время своих путешествий по России, и младшая Желтухина поразила его своей красотой. То есть он нашел ее, значит, Мадонны, напоминающей ему Мадонны Рафаэля, и строил какие-то планы по поводу того, что он будет устраивать, возможно, живые картины. Тогда это было модно, и видел ее в роли султанши в бахчисарайском фонтане. Но вот как-то все не случилось. Но, тем не менее, значит, вот эти свои мечтания он запечатлел в своих записках. Однако вскоре Екатерина вышла замуж, и мужем ее стал отнюдь неграф Бутурлин. Ну а имение в начале 20 века было продано Павлу Александровичу Хребкову, который и владел ею вплоть до революции. В 17-м году имение было национализировано. Поначалу в нем разместилась школа сельскохозяйственной артели «Челюскиниц». А затем уже в 30-х годах открылась общеобразовательная школа, которая просуществовала здесь до 92-го года. Как известно, здание, когда его покидают люди, начинает умирать. Именно это сейчас и происходит с некогда роскошным поместьем. Хотя и сегодня оно привлекает любителей истории старины. Ведь здесь все еще можно увидеть даже остатки росписи на стенах. До них очень сложно добраться, поэтому если кто-то решит посмотреть, нужно быть очень аккуратным, предельно, потому что дом находится в аварийном состоянии. Но тем не менее, кое-что еще можно посмотреть, полюбоваться. Ну, судя по росписи, по качеству росписи. Ну, скорее всего, я так предполагаю, это мое личное мнение, личное предположение, что эти росписи делались крепостными. Потому что, ну, достаточно такие они простенькие, вот. Но, естественно, притягивают взгляд. Еще одна интересная находка, сделанная во время осмотра усадьбы. Осколки плитки, произведенные на известном в те времена заводе Михаила Селиванова. Свидетелями славных лет расцвета усадьбы, по всей видимости, являются и вот эти деревья. Когда-то здесь был разбит целый садово-парковый комплекс, который включал в себя пейзажный парк, большой пруд с островами и четыре плодовых сада. В настоящее время парк зарос, но не потерял своего очарования. Впрочем, как и само имение. Неизвестно, сколько еще простоит этот дом и как быстро время и люди превратят его в руины. Но хотелось бы, чтобы этого и вовсе не произошло. Ведь в этом случае память о живших здесь некогда помещиках сотрется со страниц истории. Ну что ж, на этом наше путешествие подходит к концу. Я надеюсь, что у нас получилось пробудить в вас интерес к истории родного края. Если это действительно так, то не забудьте в следующем месяце посмотреть новый выпуск программы «О чем молчит время». Ну а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин